Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом ролике я хотел бы сделать обзор и отзывы об эксплуатации электропилы Фореста ИФС 1835С, а также в конце его, в качестве бонуса, я хотел бы поделиться некоторыми полезными советами по эксплуатации данной электропилы и какие аксессуары следует приобрести при покупке данной инструменты. Пила очень удобная, некоторые относят к классу сучкореза, но я бы не сказал, что это соответствует ей названию, поскольку двигатель бокового расположения довольно мощный, 1,8 кВт, шина 35, позволяет не только пилить дрова и ветви, но и также срезать стволы средних деревьев. Например, на фотографии вы видите два абрикоса, которые я спилил данной пилой. Мне она лично понравилась, но при покупке я заметил одну деталь, что после работы вот в данной области, именно здесь, начинало прокапывать масло. Я заметил также, что масло после длительной работы начинало прокапывать и здесь, где находятся электродвигатели. Вначале я подумал, что это связано с тем, что стружка промасленная, она как бы накапливает себя как губка, и из нее переходит на другие узлы пилы масла. Поэтому, что я делал, я брал и внутри прочищал все, что здесь забивается стружкой. Но, впоследствии, все равно масло не сильно и меньше стало появляться. То есть, как бы оно все равно присутствует, что в конечном итоге возможно поспособствовало выходу электродвигателя из строя. Но, тем не менее, пила была починена. Ролик по ее ремонте можете посмотреть по ссылке в описании. И вообще сотрудничестве с тем из Днепрая. Я считаю, что данный инструмент, он соответствует тому, чтобы купить тем, у кого немного денег и ограниченный бюджет. Поскольку она себя отработала. Я и дрова не пилил. У меня есть, кстати, ролик поленница на юге Украины. Ну и она, конечно же, мне очень помогла при работах в саду. Я на обрезку ездил, участвую. То она незаменимая помощница. Поскольку небольшая длина шины. И она уже, чем на более мощных пилах. То удобно подлазать под различные ветви и отпиливать данной пилой. Ну, а теперь, как и обещал в конце данного видео, я дам некоторые советы по использованию этой пилы и какие аксессуары купить. Первый совет, что пока вы не освоите пилу и не увидите, как она работает, то никогда не заливайте полностью по уровень масла в бочок. Лучше залейте до половины, а потом подливайте. И следите обязательно за тем, не проступает ли здесь, здесь и внутри обильно масло. Это будет вам такой звоночек. Ну и второй совет в отношении аксессуаров. Так, какие удлинители используют? Вот такое использовать не нужно. Здесь видим удлинитель из трех видов кабеля. И ПРППМ связной и тому подобное. К тому же резетка такая, она не очень удобная, поскольку здесь бывают вместе входа кабеля различные перегибы. И в самый неподходящий момент может просто произойти короткое замыкание, и вы спалите двигатель пилы. Лучше использовать переноску с такого типа розеткой, которая еще служит своего рода, как она полузакрытая, скажем так, ограничение для попадания влаги, и с хорошей вилкой и кабель, который имеет прочную оплетку. Это защитит его как от механических повреждений, так и от поражения электрическим током человека, который будет эксплуатировать пилу. В кубке пилы обязательно возьмите напильник. Для данной цепи он, это напильник 4 миллиметра в диаметре, ну и, конечно же, направляющую планку. Это тоже такая незаменимая вещь. И когда вы будете точить цепь, то я бы хотел передать вам тот совет, который сам получил. А именно, что на пиле цепь можно только поправить. Заточить вручную напильником цепь можно только в тисках, потому что не будет никакого люфта и тому подобное. Ну и, конечно же, было бы неплохо взять такую калибровочную планку. Я брал штилерскую. Она очень удобная, особенно, когда после третьей заточки цепи идет, чтобы регулировать уровень ограничителя глубины среза. Ну и, к тому же, у меня есть один такой хороший нюанс. Можно чистить хорошо шину после работы данным консервикам. Поэтому настоятельно рекомендую приобрести калибровочную планку. Также было бы неплохо, если позволяют финансы, приобрести цепь. Я настойчиво рекомендую брать только штиль. Для данной пилы это 63 PS 53. Запомните данную маркировку, чтобы легче было брать. И советую только брать в том фирменном магазине, который рекомендован на сайте компании штиль. Я именно только там покупал. Как видите, здесь в коробочке, без всяких пакетиков и тому подобное. Воспользоваться ней еще не успел, поскольку прямоугольная цепь, которая шла с пилой, оказалась довольно неплохого качества. Ну и последнее. Это масло. В частности, я рекомендую масло фирмы Фореста. Конечно. Оно дороже немного, чем более дешевые аналоги, которые продаются для цепей масла. И некоторые говорят, что только электропилы, отработки залил и будет гонять. Но, тем не менее, я заметил, что данное масло расходуется в меньших объемах по сравнению с более дешевыми аналогами. Также здесь говорят, что тут есть определенные присадки, которые защищают от коррозии и помогают различным трущимся узлам, движущимся механизмам в пиле сохранять свое состояние. Поэтому, скупой платит дважды, я бы не экономил 20-30 гривен, а брал то масло, которое рекомендует производитель. Надеюсь, данное видео оказалось для вас полезным. Поделитесь, пожалуйста, своим отзывом, если вы являетесь владельцем инструментов Фореста и Леднипроя. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. До новых встреч на YouTube. Субтитры создавал DimaTorzok